Чатик, чатик, подложка, камера, QR-код еще поставили. Поиграем сегодня немножко в Warcraft. Повод такой. Специальный турнир, который организуется Абузером. Абузер 100, такой стример есть, в поддержку Хота. Вот, он правда в прошедших уже турнирах, а не в текущих, не знаю как. В общем, называется он благотворительный турнир в поддержку Хота. Хота — это Михаил Новопашин, известный товарищ, олдскульный варкафтер. И, в общем, чтобы поддержать, есть ссылочки на Streamlabs и DonutPay или PayPal. Почему, выбирайте любой удобный способ. Я, соответственно, сегодня буду играть против... Только не Бо-5, а Бо-3. Рандомные расы против Вольверина. Это стример. Да. Это стример. И, наверное, игрок. По крайней мере, какой-то в прошлом. Если в текущем, то, конечно, мне будет очень непросто. Но смысл здесь не в победе, конечно, в участии. Надеюсь... Надеюсь, нам всем... Мы получим удовольствие. И... Так. Будем играть на Амазонии. Concealed Hill, Turtle Rock, Twist Meadows и Terenas. Ну, две карты я на них даже играл. Twist Meadows и Turtle Rock. Так что... Все норм. Карты, по крайней мере, я помню. Вот. Посмотрим. Ну, я не играл в Warcraft несколько месяцев. Даже в фуфашечку за рандом. Поэтому черт его знает, что получится. Так как... Ну, так как... Че? Так как играли мы в XCOM, играли в другие игры. Будем играть, скорее всего, на Warcraft 3 Champions. Нет, Александр, пойдем. Я тебя провожу сразу. Пойдем, провожу. Пойдем. Пойдем, Александр. Пойдем. Все, давай. На выход. Паши, Паши, молодец. Вот. Ну, если что, вы советуете. Вы советуете... Индикаторы по умолчанию ставим по олдскулу. Включаем музыку, включаем эффекты. И... Будем играть бо-3. То есть до двух побед. Привет всем, кто смотрит в прямом эфире на goodgame.ru. Гоу-ТР, например. Погнали. Старый добрый Tartal Rock. Блин. Сейчас будет. Я в любом случае волнуюсь, когда идут... Идут соло-игры. Тем более, не знаю, насколько Вольверин хорошо играет. А, еще по одной черканите. Так, Амазония... Нет, Амазония, Concealed Heal. Как Concealed Heal выглядит? Concealed Heal. А-а-а. Не, на таких я не играл. Я смотрел много, конечно. Минус. Concealed Heal. Ладно, еще клините, Вольвер Б, как выиграть. Окей, хорошо. Так, я в туалет сбегаю. А-а-а. Сейчас обоссымся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так. Вернулся. Держуха в астро, эльфийц. А в том-то и дело, что нам будут выпадать разные расы. Поэтому... Ну, я ходки приблизительно знаю. Стратегии... Ну, так себе. Я на что не уменьшаю, но там БУ-5 указано. Да, это ошибка. Абузер сказал, что вчера... Вчера был первый игровой день. И слишком долго. Для подготовки соперника можно почекать его страты в аккаунте на Warcraft Champions. Что? О... А, он играет еще. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Он почти каждый день по нескаку каток играет. Ладно, раз в недельку где-то. Но я не играл несколько месяцев, так что сразу Окей Платина 1324 игры сыграл на Warcraft Champions Задрот Ну ладно Погнали Сто лет не играл в Warcraft Опять же, давайте не будем акцентировать внимание Я постараюсь, конечно, что-нибудь сделать Он за кого играет? Кстати, за эльфов или за рандом? За рандом еще За рандом Да, это будет сложно Сейчас он выберет из оставшихся карт Амазония, Twisted Meadows и Terenaz есть Я думаю, что я солью просто О, соло не играл, я не знаю сколько Последний раз я в Warcraft играл, это FFA был несколько месяцев назад А в Соленово я не играл Так что На старой памяти Будет сложно Гоу Полтора косаря игры почти наиграл Ладно, погнали Может с эльфами пропрет Хотя бы так У меня Unranking написано Орки Моя любимая раса Моя любимая раса Ну что, самое время сыграть в стратегию Которую я не знаю Но зато видел много раз Это Headhunter Headhunter Форсер Headhunter Правда, билд не помню На них нормальный Краем китом, успокойся, слышишь? Аллокает Ну что ж Форсер Харас Посмотрим Мне кажется, надо сейчас барак было делать ФС Ну идем, делаем Пытаемся сделать вторую Бору Капец, столетний мир Ну ладно, короче Самое главное, друзья Привлекаем внимание Для того, чтобы Хото поддержали Хото поддержали В информации о турнире есть 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 данные Куда что Поэтому Закидывайте Давайте Забаньте, пожалуйста Стата Шестисотом Дурачок какой-то Так, достраиваем рабочих Потихонечку Этот сюда идет Играем без разведки Чего знает, какая раса И Форсер Так, у нас Т, да? Волки Погнали Хантеры А, волк на волк Орк на орк Орк на орк Волк на волк Отомстим за золотое Поистину От судьбы Нужен мой совет Мои глаза Открыты Мои глаза Открыты Так и будет Поберегись Да, он контролит Нужен мой совет Так и будет Нужен мой совет Так, ну давай сюда Потихонечку Мои глаза Открыты От судьбы Нилый Отомстим за золотое Я помню будущее Хорошо Я помню будущее Нам нужно больше Так, мы штору героев Здесь принц агрессивного Типа нагу Или рейнджерку Карта такая Что нам придется От судьбы Не уйдешь Нужен мой совет Мои глаза Открыты Мои глаза Открыты Я помню будущее От судьбы Не уйдешь Он уже закрепился От судьбы Не уйдешь От судьбы Не уйдешь Мои глаза Открыты В атаку Хорошо Хорошо Я это предвидел Нужен мой совет Я помню будущее Работу сделано Я это предвидел Кого в мои глаза Открыты Воистину Поберегись Куда пойдем Я помню будущее Я помню будущее Так и будет Отомстим За солнцеда Чего прикажешь Блин плохо Нужен мой совет Чего Мои глаза Открыты От судьбы Не уйдешь Ах ты Чего прикажешь Нужен мой совет Чего Форсируй Или живой Лучше Не уйдем За солнцеда От судьбы Не уйдешь Куда пойдем Нужен мой совет Так Возвращаемся Надо сразу Делать грейд На Т3 Брать Ставурена Я только теоретически Знаю игру На практике Нет Так что Давайте Попробуем Замазываемся Потихонечку Играет на Т3 Замазываемся Поберегись От судьбы Не уйдешь Так и будет Чего Так и сделаю Нужен мой совет Чего прикажешь Заточил я Свой топор От судьбы Не уйдешь Приговорю В будущее Чем Кого Мобить Пусть Пожелай Мои глаза Я готов Крыльный Под судьбы Не уйдешь Что И как Я помню Будущее Исполнено Ай Убил Нужен мой совет Кого убить Нужен мой совет Я не расконтроливаю Куда пойдем Я помню Будущее Мои Мои глаза Открыть Чем прикажешь Куда пойдем Волков У меня нет Чего Так и сделаю Я помню Будущее Чем Засолнено Мои глаза Мои глаза Открытые Мои глаза Натачил Если Судьбы Не уйдешь От судьбы Не уйдешь Я готов Шаман 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 уже Есть Шаман уже Хорошо Так Окей Все по прежнему не очень хорошо Маны Нет Я бы сделал Кодое Ради разнообразия Коврена Одного Видимо Надо качать Здесь еще один У меня Крепимся Потихонечку Пытаемся Дожить до берсов Я очень много Так Ну Грэйт на атаку Берсом Мощный Зелиман И выпадает Я помню будущее Ага Он здесь Судьбы не уйдешь Чем мои глаза Открыты Я помню Дождь Я готов От судьбы Не уйдешь Чем мои глаза Открыты Я помню Я помню Будем Чем Нужен Берс А у него Уже Берс А у него Уже Мой совет Жду Жду И когда И глаза Открыти Что Ты кажешь От судьбы Не уйдешь Я готов Я помню Будущее Мне завершено Куда пойдем Чем Нужен Мой совет Мои глаза Открыти Я больше теряю Я хуже контролю Там уже сыхая идет У меня все позже Понимаете Сейчас хексы И погнали Жду Жду Приказаний Слушаюсь Вождь От судьбы Не лыж Могу быть Болезен Кодуем Подболочили Видите как я поздно Сделал этот Мои глаза Открыты А может быть Кстати еще база Вполне Чего Куда пойдем Всего Хочешь Чего Прикажешь Нужен Мой совет Ой Ну такое Кого Хочешь Покажу Что-то Страшное Я помню Будущее Надо было Хекс Сбрать Мои глаза Открыты Нужен Мой совет От судьбы Набравый Моженый Ног Перестив Не завершено Я помню Будущее Поистику Отомстить Я ничего не успеваю Таурина Восстанавливаем Надо восстановить Ману Получается Я помню Будущее В скалу Нужен Мой совет Мои глаза Открыты Все что пожелает От судя Субь Угу А с динго Я помню И сделать бы разведку Посмотреть у него нычка Есть или нет Поберегись А можно больше Я уйти Я удачлю Мои Мои глаза Открыты Наточил Я свой Наточил А нас напали Нужен мой совет Направь Мой клинок Работай с ним Мои глаза Открыты Я помню Будущее Может и стоит Докачать Мои глаза Мои глаза Задолжено От судьбы Нечем Могу Я это Предвиден Я закрепил луч А гремушка Клеится Окей Да блин А два Крепджек Нигде нет Давай за свитком Наверное За инволом Открыт Гремушки Плете Сбагриваем Там еще Бладлас Может быть А я Знабладлас Не готов Мне надо Убивать Водок Судьбы Не уйдешь Так и будет Поберегись Попробуем Здесь его Хотя шаманов Он растерял Я помню Свежий пак Здесь что Лям Отмстим За золото Судьбы Не уйдешь На базе Видимо Мои глаза Открыт Пыск Удач Чего Второй Говорит На атаку Доделываем Второе Влечение Мне здесь Нужно Сядь лимитом Так Этого Назад Турена Качаем Этого До третьего Качаем И Форсера Качаем До пятого Катаемся Ну не знаю Погнали Надо навязать Сражение Друзья Здесь чайник Кадой битой У меня К сожалению Заткрытый Поистину Что Нужен Мой совет Канали Нужен Мой совет Кого начнем Кто На очереди Блин Кого Держи Мои глаза Чё Пойка Не Снимается Брат На Брат Мой Клину За Наш Прех Я Бол Кому Держи Да Он не Такой Сильный Там Бладлас Правда Ай Не успел Ладно Все равно Развал Главным образом Треть играет На атаку Пошел Он пытается Умирает Может не стоит Лезть конечно Наверное не буду Лезть реально Аккуратненько Сейчас мы с ним Я не знаю сколько месяцев я не играл В соло так вообще не знаю Наверное скорее ближе к полугода Мои глаза Используем Мои Я Помню Будущее Нужен Мой Кого От Судьбы Не Уйдешь Мой Которин Приятно Ну у него нет алтаря База скорее всего нет Я пробегал там Просто сейчас можно отступить Тактически От ригения тьмана Взять Таурена И добить его спокойно Да хрена конечно Надо все делать Я ничего не успеваю Таурен со свитком умер Дурачок Ах ты Еще охотится на Кадоя Блин Огрызается Блин А то в ренте не готов У меня Сейчас еще он выиграет Выиграть может вполне Межен сыха Сюда Мне нужно отрегенить Так Мне нужно замазать Так Замазать Так Здесь Блин Точка сбора На шаманов Не знаю Вообще Надо было сделать Конечно Еще кадоев Просто И пушить его Пытаться Кадоя есть Ладно Сожрем Алтарин Наверху Восстанавливает Давай Ну Ну Хорошо Ой Ну Лезь на базу Конечно Забей Он Такой Мутный Верс Квейк Давай Погнали Давай Дискотека Солтарь Что Таурен Ну Хотя бы Я дал бой Друзья Хотя бы Я дал бой Фух Варки Так Друзья Самое главное Самое главное Обратите внимание Пожалуйста На турнир На турнир Благодарительный Который Я только Небольшая часть Этого турнира Он идет В течение Трех дней Вчера Сегодня И завтра Там Самые разные Там ТГВ Будет играть Блейд Абузер Айренюкус Ринфорсмент Короче В общем В поддержку Хота В общем Да У него Диагностировали Рак К сожалению Опухоли Вокруг Пищевода И Если у вас Есть возможности Есть вот Информация Где можно Поддержать Его Не Не поддерживайте Сам турнир На ГГ Поддерживайте Напрямую Там Часто Стрим Лапс И Донат Пэй Так Тот же GameName Join Погнали Майкер Мэпа Че там Еще мне Карту Дадут Умазонит Твистед Медлз Тиренас Давай ТМ Че Главное Чтоб Эльфов Дали С эльфами Вообще Попроще Мне было бы Даже Стандартными Расами Я гораздо Лучше За эльфов Играем Опять же Если поиграть День 2-3 За рандомчик Ну хотя бы Вспомнить Что там По соло Будет попроще А так Я Теряюсь Как закрепляющее Да Я понял Что Что зря Не проверил Ггг Да Давайте Го Ну не знаю Ладно Главное Что Давай Сейчас Бодренько Вне зависимости От расы Посмотрим Орки Опять Да вы Издеваетесь Так Ну хорошая Новость В том Что За орков Мы только что Играли И типа По крайней мере Я Вспомню Скорее всего Надо будет Уже в Т3 Метить В шкатулку Сразу В макро Играть И тогда Надо не забывать Про Про кастеров Реально Он прям По страте Шаманы Хорошо Против форсера Идут И потом Выход Логичный Бладласт Футболка Встрел Вообще Отлично Да Футболочка Хорошая Так Собрались Тут можно было Конечно Прокрепиться Как папашки Делают Но я не так Застроился Да я не уверен А это С Блэдмастером Вообще Делается Забиться Разведка Я делать не буду Ну Волками Только Да Шкатулочка Хороша Очень Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Добор Он уже Так Ну в целом Хэтхантеры Это основа Дальше Нужно думать В целом По макро По криппингу Надо думать Еще немножко Нужно лес Потому что Сейчас прям Достроится Раскидываем Волков В разные места Достраиваем Рабочих Этих пятеро На лесе Этого Надо сюда Отправить На мне Карты Опять Орк Наук Что ты делаешь Везет Нам Насильную Расу Что из Гонта играет Я помню Будущее Кого Нужен Мой Солен Мои Глаза Мои 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 блин эти пурджи конечно я совсем забываю про гору нужен и землянку и этот нужно построить магаз сразу попробуем выманить сейчас учитывая то что у него хантеры позже я думаю что мне самое разумное это как раз подкрепиться представляем что торчи у нас просто я бы построил шаманец в этот раз тоже через дом идем судьбы не уйдешь и я помню буду крепимся пока так и шаманы да получается давай лучше через очень быстро крепимся ой так надо сделать так а он пошел у нас от ой от урена не сделал и мое и надо сейчас прийти наверное к нему после какой-то не знаю там красные точки что ли можно его подсканить это меткость очень хорошо и надо грейдить просто урон т3 делается опять шаманы замазываем 1 замазываем 2 ну это урена крепить надо будет после этого сфера тьмы чушь а он пришел ну знаю берсеркера пошли дефит из поддержал ваш канал на 300 рублей спасибо большое дорогих спасибо ну давай дальше побежали надо еще надо этого рена прокрепить реально и сделать взять инвульчик а где чайник защиты так здесь ничего нет можно попробовать уже врываться армия из шаманов а есть экспант мои глаза открыть что он будет сражаться за эксп моя задача сейчас купить инволы свиток сверку можно продать чтобы было больше денег завершено мои глаза открытый я готов вы не уйдешь от судьбы не уйдешь я это предвидел мои глаза открытый у меня таурен не третий он только поставил базу похоже до 500 хочешь покажу что-то страшное мои глаза открываются ох опасно хупец опасно а я 3 в время мой мой я буду в 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 А, или чё они нет? А, или чё они не уйдёшь, я наше будущее, чё с кого начну, да пойдём, мои глаза открыты, чем ты мог, нужен мой совет, где скрывается у нас, вы не уйдёшь, а он контролит, блин, мои глаза открыты, он контролит. А, или чё они не уйдёшь, я наше будущее, блин, мои глаза открыты, от судьбы не уйдёшь, я наше будущее. Блин, ну надо, к сожалению, здесь убить у него эту базу, зря я не закупился с их, ой, эта привычка хорошая, должна быть орков у всех. Когда ещё нужен? Опа, он, занычка, заряжается уже. Портсер без телепортов. Ай! Давай. Хорошо. Мои глаза открыты, я готов. Служи, мой клинок. Нужен мой совет, кого начнём? Что, пиздками сбиваешь, враг? Жизнь меня, доказать, я богатый. Ого, дурками 2.0. Жесть. Ох. Ладно, хорошо, гг. Что там осталось ещё? Жесть. Ну, сложно было, потому что видно, что человек практикуется, а я... Так, ну это ещё не всё. Будет сейчас серия ещё шоу-матчей 4 на 4. Бо-3 рандомные расы. Абузер будет, Чирон, мистер... Я с мистер Виннером буду играть! ГГ... Ошанечка, ты видел, да? Ошанечка, есть ещё порох в пороховнице? Блин, я реально в соло не играл, не знаю, больше года, наверное. Но сначала будет мистер Виннер против Ареникуса, посмотрим. Он контролит лучше признать, вообще не спорю. Я уже реагирую на то, когда уже поздно. Когда он влетает, когда уже всё плохо. Да, когда на голд едем Да-да-да Фух, я вспотел Немножко Во-первых, я орк Вы знаете, какой я орк по ФФА, капец Во-вторых Во-вторых, чё? Без практики Как бы опять же Да нет, они поменяли вариант Поменяли регламент, потому что вчера турнир затянулся И Короче, мы сейчас с вами посмотрим мистера Виннера Против Ареникуса И И потом будет Серия 4 на 4 Нам мы, конечно, хотя бы С кем-нибудь в дискорде Хотя Это всё не столь важно Главное, что турнир походит в поддержку Хота Михаил Новопашин, лично знакомый Даже встречались, я помню, на Асусе Играли друг против друга, у меня нас все Московскому бил Хороший общительный товарищ Блин Но, видите, время идёт И выяснилось, что он болеет Поэтому, если Если у вас есть возможность Поддержите Есть ссылочка на Streamlabs, Donald Pay, PayPal В общем, вся информация из турнира Давай разбирать игру Что застану в никого Почему Кадой голодный Выбор тролиза решил Да Ну, Кадой вообще съел Ел периодически Таурена ел в первый Грантов Немножко ел Ну Вообще Нужно просто практики больше Для того, чтобы не забывать То есть там Вообще Хедхантеров не очень сложно контролить Конечно Учитывая, что они рейнджовые Но Но когда начинается хаос Я пытаюсь эту всю информацию Считывать Считывать С Экрана А А нужна привычка Нужен навык Нужно понимание Что кто кого будет атаковать Что тебе нужно делать Как тебе разводить Кадой ел, но выплевал Видите, у нас форсер был пятый У него третий Зато он Таурена третьего сделал Правильную ставку сделал Что начал крипиться Потому что Когда к тебе прибегает Форсер с этим С Грантом То Ну и отступает Соответственно У тебя хедхантеры живые У тебя темп крипинга Просто выше Получается Тебе удобнее крипиться И мы собственно Прошли по кромочке Все собрали Что хотели Собрали артефакты Собрали экспу И Но зато Таурен у нас Не третий Но я не мог его до третьего Уже докачивать Потому что времени не было У него нычка стояла И Она уже Окупилась в ноль То есть он выкачал 500 голды Из 600 затраченных Поэтому сейчас Мы с вами посмотрим Мистера Виннера Против Ареникуса Я не знаю Если честно Как хорошо В соло играет Ареникус Потому что Мистер Виннер Тут еще А у Мистера Виннера Одна раса Основная То есть он же особо Он много играет Но играет только За одну расу За хуманов Это был АСМР? Нет АСМР это другое Вот он даже кейк Успел отметиться у нас Привет Привет Комментить Кстати кейк Ты будешь участвовать? Мы марафон бахаем По диабли По второй По спидран Хардкор Два на два Погнали Ну я не тебе предлагаю Я Я соколом побегу С моим подвальным другом Птицы высокого полета Где страница данного турнира? А это Абузер Подождите К сожалению По каким-то причинам Страничка Пошла Ну В прошедший турнир Зашел Я не знаю Потому что Видимо здесь сетка Не Он не ведется Фактически Поэтому Подвальный друг Да Ну и если вы пропустили Друзья сегодня XCOM Это был просто Валидол Мы штурманули Одного Избранного Ну Попутно Выполняли Уворачивались Это на ложке При этом Выполняли миссии Какие могли Вышли в Гауску Нас саботировали Потом мы пошли На второго Избранного Потеряли Рейнджера Забаговались Гренки Мы переиграли Отдали Рейнджера И На последних У нас осталось Три оперативника С одним хитом Здоровья У каждого Мы Одного Соответственно Похоронили Это был Гранатометчик Потому что Его похитили Но это по багу Ладно Мы его поменяли Просто на Рейнджера На раненого Вот Мейкер Как так В частике На кирилле Ценник Общаешься на латинском Это мы исправим Ну слухай Я играть-то буду не лучше Там видно В чем бед Будет много Ну Да Возможно Старт будет Чуть-чуть позже Типа не в первый день Не во второй Как-то так Посмотрим По ситуации Вот А да У нас русские никнеймы К концу этого месяца Сделаем Дадим Возможность Пользователям Мы трансформируем ГГ плюс Мы дадим Много Дополнительных Возможностей В том числе Замена Никнейма Будет Наконец-то Доступна На ГГ И Можно будет Использовать Русские символы Если вы там Подпишетесь На ГГ плюс То у вас Будет возможность Менять Никнейм В том числе На русский язык Вот Фича Я думаю Оживит Чатик Икском Сегодня Валидол Ногти в минус Страдали Если болели За фоги Да В итоге Победа Ну не победа У нас конечно Террор Сейчас И 8 человек Больные Просто На 3 недели Вот Получается Любители Варкрафта Это как Братство Где члены Братства Не бросают Своего товарища Беде Мы обязательно Победим Да Да Сцена Не такая Большая Чтобы Что-то Устраивать О Old Пипс Здравствуйте Михаил Чекните Пожалуйста Почту Как будет Время Пипс Привет Пипс Пипс Подожди Подожди Какие Люди Да Это Пипс Вижу Миша Стрим Подожди Хочу Подержать В обход Ага Телефон Смел Держи Аккаун Такой Пиши В телеграм Дискор Где Можешь Созвонимся Ага Я думаю Тебе лучше Списаться Напрямую С Хотом Правда У меня Контакта Хота Нет Давай Я тебе Дам Контакт Абузера Просто И все Ну хотя Ладно Давай Я Этот Это Пипс 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 Это Это Тот 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 Человек Который Бросил Сокола В подвале Скинул Тебе Телегу Серый Кардинал Говорит Доброго вечера Я Этому Раку Пишу Что нужно Строить Против Троллей Как Контрить Рейндж Юнитов Пишу Что у него Т3 Он все еще Строит Бугаев Он меня в бан Кинул Как потом Помогать Немного Стримером Что-то Пес Слишком дерзкий Писать Под руку Хорошая У него была Стратегия Он мог В принципе За счет Телепорта Грантов И Бладласта С этими С моими Берсами Справиться Пипс Как молоды Мы были Пипс Это же Пипс Который Там Закарды Убивал Который Воды Тоже Записывал Пипс Это Человек Из-за которого Я пришел На Гудгейм Гаритурин Пипс Еще Оранжманы И РД Придут Ребята Вы такие Вообще Все помните Молодцы Так А где У нас Там Иду Там Они Видимо Создали Уже Успел Сори Погнали Мы сейчас Смотрим Как Ареникс Будет Сражаться С Мистером Винером Ф1 А Даже Кейк Помнит Змейки Для Плохих Игроков Почему Потому что Форсиры Это ЦХ Это Водь Был На карте Лос Темпл Он играл Против Форка И Змейк Перекликивал Удар Удар И нет Змейки Да Пипс 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 Здрасте 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 Гоу Созвонимся Может Блин Интервью С Пипсом Можно сделать Самим Сам Пипс был Представителем Клана Сам Сам С точкой Там было Много Игроков Таких Как Сам Валерий Сам Пипс То есть Это Придавало Веса Просто Никнейм Ну что Поехали Ареникус Выпадает Ареникус Выпадает Эм Ну а можно Давайте С Пипсом Еще Пообщаемся Тара 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 Мя Мя Алло 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 Блин Не берет Трубку А Хатхантеры Пошли В Ареникус Оказывается Нужно Ооо Мист Кол Блин Да я Да я беру Да я беру Алло 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 Здрасте Привет Паша Паша Даже Паша Паша Здрасте Здрасте Ты не изменился По голосу Скажи Как ты внешне Изменился Скажи Как ты выглядишь Сейчас Что на тебя Что на тебя Надето Что на меня Надето Да Давай Я потихонечку Поднимаю Штанину А какую Левую или правую Меня левая Больше заводит Конечно Хорошо Ну серьезно Как у тебя Дело Чем ты занимаешься Надолго Пропал Что после подвала было секретная информация подожди после diablo и хорошо мы 9 лет прошло с того момента когда мы играли с собой в diablo 9 лет прикинь серьезно да я в шоке был когда увидел запись воды 9 лет трындец хорошо тогда я 2 женился у меня летняя дочь молодец второй раз женился 2 женился так и но это да это самые главные события о чем ты занимаешься где ты живешь сейчас я инвестор серьезный мамкин слушай в разных местах живу сейчас ненадолго в питере ну и как там этот арктика ты был там искал слезу на приморске буквально буквально пару месяцев назад проходил там все так изменилось там институт не должен был а ты зашел внутрь и в арктику прямо наш нет конечно так я не богохульствовал нет ну а чего почему нет это же или типа слишком святое слишком святое да у меня много святых мяс в питере я же там я же так клановая крыса или как-то там куда ты куда только не зайди заказывается какой период везде клуб в котором ты играл ну да да ты в ты в фами кажется был и в арктике и в эмке и в фами не был ли не был там зашумом а такая история как же он уже все началось так мы были же на каком-то турнире а на каком турне а это был первый турнир 2 на 2 халява помощь как мы деньги собирали на этих турнир меня подожди я собирал еще до тебя вообще история становления варкрафта по сути связано с этим турниром там я попался на ландер с кармой а карма тогда был топ-1 и и я типа собрался из дома играл с модема собрался такой думаю надо показать всю силу красносельского варкрафта а он тогда забыл играл или за орков уже за орков конечно в общем да да а я не помню я помню вот такой орган тогда в общем и не надо красносельский варкрафт показал себя во всю силу интернет во время игры и в общем я перед женился и написал на что он должен мне рематч мы должны сыграть на что он писал что вот будет турнир и доходи мы сыграем сыграем вместе а вместе он предложил этого и это было почему выиграли этот турнир и на следующий день у нас собрал и бигинера и мы пошли выбирать клубы он уже был профессионал в этом деле и как получить халяву ты имеешь ввиду за пять минут как как устроить сюда в клуб и в общем а первый клуб у нас был списке это был мортик и его туда не взяли она взяли а там была какая-то история с тем что он там работал и вроде как хорошо не хорошо уволился и поэтому мы с бигинером остались нолики это была первая команда кормушал а бигинер за кого играл напомню пожалуйста за андедов а точно спокойный такой товарищ хладнокровный хладнокровный хорошо и такой тактичный тоже да бигинер разным да 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 ну хорошо давай тогда раз уж раз уж пошел издалека расскажи что было дальше и мы с тобой вспомним по ностальгируем и щеглы узнают немножечко о андеграунде который начинался в двухтысячных 2003 4 вот тогда до марка когда ну да в твоем варкрафте в моем варкрафте ну дальше был мордик нордике все было хорошо мы развивались до водор прекрасный на самом деле вот по тому времени я больше всего ностальгирую в плане того насколько была здоровская система ну пандора матчей плюс минус 6 помнишь это системе 7 кажется да но ты же обузил там дожди желаны хорошо пришлось хорошо ты же это самый слабо это она позволялся с ну басами постоянно играть и делать статы вот такие вот ноль типа 100 ноль ну или там снова неправда 127 0 мне было и это было другую систему было более тупая система когда для того чтобы попасться хотя бы с кем-то значимым нужно было действительно сыграть там 100 игр это была другая система и плюс 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 минус 6 по моему пишет все равно 7 такие он старенький дружим мне казалось всегда что 7 ну ладно неважно короче смысл в том что дима могли дать людей которые находятся на 7 до 7 уровней выше до 7 уровню ниже поясняют в общем все блоки в норде ки мы развивались как могли а потом в один из прекрасных дней я пришел а мне сказали типа теперь это магазин или ресторан или магазин инструментов что-то такое вообще так ничего не предвещало да то есть как бы день нормально об этом хопа и компов нет без предупреждения до на вы стране неплохо хорошо помнишь то потом был после нордика как может 53 гигагерца может еще в каком-то этой клубе был раз уж ты успел повсюду побывать мне кажется потом был nexus это такое тоже потрясающее место она она лютое было по-настоящему вот после nexus а было 19 потом было арктика они где-то между этим был наверное прожить из мы начинали с тобой с арктики а потом вам 19 пошли нет я был в арктике по варкрафту а потом уже был у меня была у меня пауза и я когда варханнер я снова вернулся в арктику не понял он так вот вот еще бы же у меня был год по моему если больше в как это называлось асфальт эврика вот я же был эврика а эврика пипс ёпресса ты как тебя жизнь то помотала трындец было еще зима 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 это телекоммуникационная компания у которой была парочка компьютерных клубов или даже они начали с одного клуба который был на вокзале на московском вокзале в санкт-петербурге козырное место конечно подвальное помещение шикарные компы и у меня тут же сразу в памяти orange man который просто неподражаемый да там был прекрасный момент когда ты ночью идешь там один был путь до супермаркета и и он опасный по коридору как через нейтральных монстров 1 ну еще не так цивильно было ну короче кто из москвы вспомните какие что было на курском вокзале лет десять назад или ну короче тогда было на вокзалах и такое злачное место потому что шпаны было много все короче опасно да класс но то что сейчас сейчас все здорово хорошо михаил жизнь хорошо я видишь с игрушками решил это самое остаться этот как-то скучал одно время и так и чего у него о вашем существовании теперь перед ценом периодически ваш youtube канал youtube канал на трансляции заходи лучше в чатике тебя будем очень рады меня это стрима я не смотрю только если очень случайно попадаюсь на какие-нибудь финалы по страйка это все что я делаю ну хорошо у тебя же должно быть в принципе времени а ну хотя сейчас молодая семья нет времени у тебя ни хрена уже нет вот а мы есть мы это самое мы перебрали соответственно из питера белград выросли уже ты же мелкую то наш помнишь и ру она уже в москву поступила на второй курс перевелась настолько выросли хановском да 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 она здоровая просто уже не хочется хорошо столько времени прошло более как я рад тебя слышать это голос возвращает просто знаешь в воспоминания было же все естественно лучше чем сейчас ярче да мы были мы были нубасами мы не знали что происходит мы были другими мы были другими да было круто прекрасно я посмотрел твое ваше интервью с брусом тоже так всплакнул немножко как он это на ком-то турнире было в честь в честь того что не 20 старта дорога это первый старик от ремастер два года назад да там много голодов тоже пришел хорошо слушай а может диабло ворвешься в конце сентября во вторую на карту ли это которые рисует до резервы он хорош судя по тому что в битке вышло я поиграл немножко он прям вот там же типа ничего не не поменялось правильно просто нет нет просто графика звук ремастер ты ну так туда на один забег возьмешь кого-нибудь себе в пару мы просто будем турнир организовывать и надо на хардкоре проект пройти после твоей маркетинге компании никто не захочет пару по моему на хрена вы полезли без скайпа в подвал бы что происходит как так так а мы по моему делу в подвале там ну ладно там дело было кажется в мис коммуникации вот но смотри на самом деле вот если бы сейчас вышла 3 диабло а ты с опытом игры вот в этот там хэл какой-то ты играл и видел еще вторую то есть у тебя уже есть как хотя вторую я не знаю играл ты нормально очень есть есть уже понимание более или менее что такое диабло так вот если отмотаем и чуть-чуть назад в наш тот забег которым я твердил что нам нужно бесконечно нажимать нажимать safe and exit и снова проходить один и тот же квест и фарм водки дорога стали бы стали бы мы это делать сейчас или нет ну у нас была цель же помнишь но цель была достигнута ты про то что после а после уже не строго ну типа мы сделали это там не знаю word first не word first но идея в том что мы могли дальше спокойнее качаться не бежать однако там ты же помнишь какая мета была там только кри парен спустя четыре месяца это в соляного еле-еле прошел в текущем патче никто не закрыл так и не закрыл в том патче тимой потом же облегчили все и дальше стало получше то есть я думаю что смысла просто уже не было бы цель поставили ну как цели достигли но это опять немножко резал клиенту в целом тогда власен так и было пасть был ужасен то есть им было не пройти нормально но это мы знаем постфактум ситуацию а вот на тот момент так скажем располагая знаниями о первом втором диабло все равно лучше было бы качаться вроде у нас хватало запала еще то есть не было такого что мы мы же потом еще бегали этого гоблина в мафе убивали еще пару месяцев блин будь он не ладен хочу вспомнить момент когда сокол умер в подвале чтобы компенсировать чтобы мы не расстроились он начал быстро сразу это будет мы короче играли 10 часов потом пипс соколом решили покачаться еще пару часиков пару-тройку часиков после этого сокол умер и после этого сокол побежал в качестве компенсации быстро докачаться хотя бы до какого-то там докачался до 26 что ли уровня а потом бывает не пришел кажется он обнаружил он не обнаружил это осознанно он пытался присоединиться к нам всему а его не пускал ну то есть как бы извините вы в разных лигах окей хорошо значит инвестиции понятно санкт-петербург там такой разброс капец по инвестициям конечно вот базовых приложений типа тинькофф и и игрушками с акциями до трейдинга с там с шестью компами с в смысле с шестью мониторами с какими-то хитрыми схемами ты где себя располагаешь по шкале от нуля до 10 по хардкорности по инвестиции между 0 14 это окей хорошо ты начал с этого да хорошо так что еще что еще те друзья задавайте вопросы это товарищ пипс ему где-то наверно 35 наверно лет на час ну где-то да и сам периодически забываем да почти почти столько почти столько окей просьмой россии какую крипту покупать я лишь не ну-ка что покупать скажем все ничего не рубль рубль крепкая валюта окей ну на удивлением последний год что вообще держится молодец или надо ждать опять нового года вот сегодня только на несколько рублей подешевел доллар он так ничего так nft покупать если умеешь быстро продавать то можно покупать жена играет эти героев а во что она и вообще играет не и поэтому и ты тоже не грозно она надеюсь не слушает стрим сейчас ты скучаешь да наверно по по временам запойных я ходе периодически до возникает желание что-то поиграть у меня есть даже на рабочем столе тут ярлычки так я бы 2 так fallout 4 неплохо граф 3 но как-то вот знаю дальше дальше того чтобы скачать установить и удалить не выходит ничего ты пробуешь и тебе не нравится или что или время не хватает просто варка варкрафт я играл какое-то время но там же простая достаточно история что ну какие не знаю истории связанные с прохождением наверное еще может затянуть хотя не затягивает а всякие киберспортивная дисциплина но ты же таким дном себя чувствуешь и понимаешь что тебе надо вот просто с утра до вечера поиграть чтобы его выиграть а потом думаешь а зачем и хорошо а почему таким вопросами не задавался когда нам было с тобой по а потому что у нас с тобой ну как нам с тобой казалось нету других альтернатив ну то есть это был была целью всех победить сейчас таких целей не стоит ради там комментариев на про геймер . ру неплохо грустно да немножко но почему нет нормально прекрасно прекрасно такая интонация цена прекрасно киберспорт в английском да да ты сам посматриваешь играть и гене стратегии жалко нет жалко все ушло в какие-то безумные и греши поэтому есть объяснение я пытаюсь покорить они должны же быть карсона должна быть как минимум одна какая-нибудь игра где люди соревнуются между собой один на один нового warcraft хорошо турнир это проходит сейчас каждую неделю по несколько штук и на ты смотришь в них прям серьезно вот так тренируются то есть если до них была хорошая конкуренция это наверное не было бы старых игроков было бы летом прямо прямо хорошей конкуренции я не согласен я видел я я смотрел вот за последние недели у меня затянуло я смотрел всякие ваши эти турниры warcraft корейский но там же старые некие все эти люциферы умные и так далее но они же ведь должны сдуться такого не может быть что они лучше молодых молодых значит нет есть парочка у нас в европе и есть в китае несколько человек но вы действительно притока новой крови в warcraft и особо нет но ниоткуда взяться не идут вот там крюки бросается за пуджа или что это там такое делать ну и и все равно призовые warcraft и грустные какие-то очень сравнились да а нож все пропорционально по популярности призовых больше чем больше игроков и чем больше внутренней торговли warcraft и немного до . сундучки не продаются могли бы кстати скины скины на арчера ой хорошо так давай еще чуть-чуть повспоминаем турнир какой-нибудь вспомним турнир который ты знаешь самый запоминал как бы надо съездили помнишь от этого даже хочется на самом деле сказать тебе прости за это давай я я вспоминал историю связанную с тем как проходил и не не знаю как турнир назывался но вы организовал либо брюс либо ты с брюсом вот когда только организовался rocks кирокс тогда еще не не кинай нашу турнир кажется был на 4 шел турнир был и каким-то образом после этого турнира мне досталась флешка с данными фотографиями или досу я увез ее с собой в красное село и и и это удивительно но просто сложилось как-то так что я не смог дальше как бы привести мне не оказалось и я вас в этом подвел я до сих пор ощущаю как будто как будто вы думаете и может оказаться что я ее как бы специально потерял что не надо не надо при этом я понимаю что это как-то супер нелепо выглядит что я как-то она вообще у меня оказалось и я ее как-то забыл или где-то потерял я просто помню эту историю странно то есть меня было две таких историй в варкрафте вот одна вот это и другая когда после турнира в fm а оказалось так что я со многими поговорил мы тогда общались как это и сики называлась всякие у конец и ну ликви я из таких видов продвинутые так ведь мне кажется еще не было и я типа там условно мы посылал кучу людей и оказалось что просто осталось остался мой клип открытым там ну и кто-то добродушно это надел и там тоже осталась ситуация когда я объяснял людям что это не я но мне казалось что не все так скажем как это 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 две истории один не может неплохо неплохо но конкуренция все равно было поэтому такие вот если вдруг кто-то что-то начинает писать я думаю что вряд ли люди удивятся сильно да чем более я был жутким арманером и это это было реально интонацию голосе не поменялись это это сразу флешбаки вызывает конечно пипс где флешка спрашивает зажал флешку короче так и сказал бы что заработать в церкви я вещей в своей жизни много но вот как-то с этим так произошло а никто никто пармезанка спрашивает кто это вообще я вот не знаю кто такой пармезанка но вопросов не задаю вот в таком формате это пипс что я не важно я никоменчу ну вот и никоменть короче давай дальше что-нибудь еще за самый запоминающийся турнир давай ты наверняка помнишь тот турнир где ты победил и где ты это запомнил ладно это не подколка что ты начинаешь как я могу запомнить турнир где я победил если их не было они были точно были ну ты же на на вцг наверное проходил оранжмана в срд не вне в не выпустил я помню разок ты же от питера отбирался а то и пару раз наверно да да вот ну наверняка же что-то интересного было в питере на самом деле но это регион 2 после москвы у нас конкуренция была бешеная не наверное самый запоминающийся турнир был в москве это был это был господи не обязательно по достижению самом деле может быть о кибер миссель были 2006 4 уже за какие-то тени цифры то ли 6 то ли 4 вот и там я дошел до финала и финале играл не будем спрашивать что было дальше нет я забрал первый приз и они первый приз был за мной просто не там чипа сетки было хорошо то есть я там выиграл флеша карму кого таких ты кого-то еще хорошего то ли за еще на вековой битой дед ману проиграл занял третье место подсказывает больше вековой бы была серия турниров да не вековой вековой беда не ну так так чтобы там нас усах и декабе во вторые третьи места и звеном несколько до рейнджеру насосе 2004 года третье место 200 баксов между прочим по памяти да 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 ну хорошо но у тебя все хорошо судя по судя опять же по голосу интересная жизнь семья все дела да ты довольны к а почему в периодически очень много скелетов да я не знаю зачем грифонами мы тут пытаемся танковать скрозы бист по таймингу зайца я можем саркастично пока не не дисплей в этой стратегии этого не из мага еще в роке да а еще чего за 200 это джезл с диспеллом типа двести три заряда погнали было два форсера бегут друг напротив друга с этими вызывают волков волки я помню эту тему они исчезают да все дарана было так не было не было нету не было диспела в тфт мне кажется когда появились магазины в тфт с этими с бутылками маны с бутылками жизни и тогда же убрали вот мне казалось довольно долго я просто помню что была уже страта в этих некромантов и все равно дисплей не помогал настолько скелетов ты уровень качаешь но у тебя все умерло я помню был алекс он кажется из пскова был приезжал на отборочные на ой что-то нейтралы смотри пошли ё-моё какой хаос творится клэп нормально решает был такой товарищ алекс захуманов играл очень хороший и он тоже подбирался периодически с питера нам же то ли две три три кота давали вот а его в один в одни отборочные приехал и замочил классик помнишь такого андет который не все время играл в скелетов периодически на турнирах вот даже через них романтов топов вырезали какие-то но но это было довольно экзотичный просто стратегии если человек год играет по этой стратегии он может удивительно один разок на вцг а у тебя нет достаточно времени на под на подстройку таких в целом влада и хватало кстати которые особенных людей которые через вот помнишь он был как вызвали который через козла всю жизнь играл для не не фряник блин с гиппогриф аршерами я задавал где-то год назад в чатик и мне никто не ответил ну хорош был да он был хорошим потом был 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 в питере такой с апм от 25 игрок который играл в этого пауков и крип лорда это же периодическим турнирах где менты демоны что-то старичка ты конечно поймите демону прошел сюда был еще один через мгл до рода тейкер тейкер на вам играл подержал ваш канал на 100 рублей вообще так подожди еще и согласен перевести все подарили конечно сейчас коричневый фонд ответ фан согласен конечно же я переведу а продолжать пожалуйста я все закончили отлично но видишь грифоны побеждают все-таки в конце концов дом как выяснилось ты бы сейчас кстати поиграла я думаю через форсируешь подняли хорошо их от хантеров подняли форсируйте переволки не диспалится за 1 250 хитов супер клиент качать да для того чтобы вообще несложно warcraft champions качаешь и все о фан спасибо 20 прим очков подарил да там warcraft champions он бесплатным ставится еще изи и там все есть у тебя и лады и подборы все как то так а какой самый крупный чего вообще ждут ну то есть самый крупный турнир имеется есть голод голод это финалы оффлайн раньше w оффлайн сейчас из-за пандемии они все равно играют ну их там сходе я не понял он не участвует турниров периодически потому что он в азиатских турнирах не участвует он не участвует в турнирах азиатских по двум причинам там плохой пинг и часть организаторов китайских не выплачивать призовые ну или с задержкой выплачивать призовые а вот какие-то около русскоязычные были где вроде там русскоязычные он не участвовал это у нас были с ним на гугеями у него нет возможности на турнирах участвовать если ты правильно муки потому что он ну потому что он как дэдман по характеру такой силу характером сильный характером да называется независимый так ok gold а и то есть оффлайн типа европейские турниры такого типа не туда куда-то не но и последние два года вообще-то не мы попытались там с там руссбрейна помнишься естественно помнишь он же rcg за саппортил турнир мы проводили 44 квалификации планировали что товарищ приедут во владик там специально два корейца два не корейца вот и как раз из-за пандемии у нас не смогли люди приехать а вот всякие эти супер и спорт коллективы подарил варкафт состава не нужны что ли или как работает то есть там нету денег не варкафт нет 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 последний состав виртуз про по варкафту кажется с участием револьвера был там он в команде был по варику не не нет это это не медийная игра эта игра истории ностальгии такая игра же ну потому что в ней сундучков нет получается да не почему ну можно уже в том числе в том числе хорошо ты как инвестор я уверен у тебя есть взгляд на экономическую модель а близарба вообще то есть они разлинились по полной да они ну то есть решили что с варкрафтом третьем там вообще какой-то фейл до признать ужасно у них мобилки у них колда у них проекта activision и нужна кроссплатформенность нужна массовость вот сундучки нужны первые а варкафт как бы мало того что только на пк во вторых порог входа такой что ты должен как бы полгодика поиграть чтобы не чувствовать себя унижен в ладаре хотя все равно ты будешь испытывать унижение чувство периодически она будет к тебе приходить были на мистер винар то здесь мог и про проиграть но не проиграет прокаченные хумановские герои справляются но игра напряженная играешь черт побери я все это время думал от этой игры смысле молодец михаил смысле молодец все все криво а ты знаешь кто играет в мистер винар это кто мистер линнер дадим у кого-то молодой человек никнейм могу тек о чем-то говорит котик могу не говорили он наплывет он спал гранды еще то есть помнишь когда мы играли на европе был чувак который все время играл на его и был в топе плейграунда это кажется он десноут магод мистер нвеннер кажется это все один что такое play ground прошу прощения но не официальный ладар варкрафт это точно не он должен был слышать когда мы играли нет ну короче если тебя пиратка ты мог играть на pg на плагерами ну и соответственно чувствовали себя элиткой купив джевелы за 150 рублей и ключи у нас были я даже ключ на на первом курсе запомнил свой уже сейчас правда не вспомню но я помню сиди кей серьезно да сидя кей запомнил но о чем не делать на лекции там же там же сколько там четыре начинания по моему и все символы мира существует почти почти приватник запомнить михаил а деснот это виктор магод максим друзья я дезинформировал прошу прощения до меня доходят слухи просто и они не всегда правдивы человек смотрит это 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 турнир то у нас да это шоу турниру по походу помнишь ты застал да что далее я жена вот вот но в общем я наверно побегу я заскочить заскочить куда-нибудь если ты меня заранее предупредишь и хорошо не слышать да я но спешимся вот по деталям этим все всем был рад не слышать но всем рад good game в моем сердце михаил не фонда брюс там и все самой всегда в общем с удовольствием забегу если что все всех целую спасибо тебе больше пока пока да друзья вот так вот нагрянули нагрянули воспоминания после этого матча у нас будет 4 на 4 но ребята прям вцепились в игру собираются стараются мистер винар ему выпала родная раса и конечно это очень хорошо я вам так скажу и где сейчас пип живет в санкт-петербурге санкт-петербурге и она горит мы рады пипсы на сокола жалко но пипс жене вы на ватт не вы на ватт был в горит и выиграл вы или нет выиграл но с трудом с большим я не ожидал что он регулярно играет варик причем за рандом блин сколько варик не играй все равно будешься униженный да либо ты самый что не стоп либо ты идешь просто и терпишь ну что последнее сражение выгружаются скелеты но я не вижу как против третьего мки можно тут вообще что-то сделать в смысле третьего клэпа мки он идет вперед слип и инфернал бах начинается заруба но сплэш грифонов все ничего не сделать ну смотрите что творят грифоны со сплэшем свиток лечения кайт идет дикий и хотел мешать интервью ты говорил что герой рандомный не я перепутал только раз и рандомный герой не рандомный какая толпе инскелета но грифоны все здоровые друзья так что ну и нычка ставится то есть а в прошлый раз выиграл насколько я помню ареникус сейчас он тоже пытается дать бой но это 11 армию игрока атаку надо было скелетов милишных конечно послать на на нычку палочи ли живой что может быть здесь отдастся еще шансы какие-никакие есть ты палыч с маной мк с маной как тут отдаться можно трупов маловато ополченцы пришли а вот это кстати шанс получить трупы или мы уже все мы уже отступаем мы же отступаем его мк не дает отступать его слип делают мана падает мид веган откидывается на живые наступают прям на корову играет почему он не построил 5 6 престов не аннигилировать эту призывную шушу у тебя или вариантов но у тебя ограниченное количество ресурсов ты можешь играть в престов ты можешь играть сразу в магический урон в принципе с грифоны со сплэшем они же x2 тоже наносит и тоже справляются задачи у скелетов тяжелая броня и там с двух плевков разваливаются есть можно играть и так и так но проблема в том что если ты играешь против грамотного товарища который играет через некровагоны играешь с одной базы и выходишь через престов тебе даже в том случае может не хватить диспола такая вот реальность штука жестокая судя по счету на стриме в ливере на первый играл мистер винар а ну хорошо тем лучше на самом деле мы быстрее перейдем к 4 на 4 видишь как грит первый миви выиграл тогда хорошо окей ну сравнивать мистера винара и ареникуса все таки мистер винар гораздо больше в соло играл ареникус больше больше фашечки всякие там он завсегдатый конечно же игр наших в фа когда они последний раз были ну то есть стандартный набор криот энтриус smf и ареникус и как бы эти товарищи за случайную расу могут сыграть но но здесь хуман а он за надо выиграл первым я думаю что то ареникус был андерем шансов крайне мало на победу стоит регенит ману в обсидианке маны нет продает вещи а калиты пошли на халяву ставить экспант вот тут столько экспы и вы посмотрите какой клайб жесткий грифоны стреляет став и лечение пытается на халяву выиграть сейчас ареникус но проблема именно в пятом паладине потенциально шестом маутен кинге в целом прокачанных хумановских героях архмакс третьей ауры причем агронор могучий агронор могучий да сын агронома инфернал еще одна один замес грифоны стреляют медленно но больно коллап шестой маутен кинг заказ мадан не будет лезть хотя можно пролезть было ну с точки зрения стратегии правильно конечно делает мистер видно что никуда не рыпается потому что у него типа есть экспант ему бы не хват ему бы еще проверить вражеский эксп и все было бы хорошо было бы идеально пока что палыча ставит но я согласен что на этом этапе уже надо было пристать не добавить потому что забить лимит 80 тремя четырьмя пристами потенциально там с этим сын и рфаером хотя бы третья аура архмага уже есть и вместо там вот лишних двух там грифонов можно было спокойно даже две аркалки поставить и начать потихонечку пристов штамповать идет атака очередная тареникус он не сдается напомню что это шоу матча просто вот фо фан турнир организованный абузером 100 для того чтобы собрать средства для замечательного аутскульного варкафтера хота который к сожалению заболел есть информация в турнире база работает ну 50 лимита на 80 что вы хотите уже можно через атаку посылать периодически c прожимать до заказ мадан м к злой очень злой м к 3 клэп и какой же он 1600 хп вышек нет элементарий довольно быстро собрали там можно влетать убивать этого до минус дредлорд седьмой архмаг это гг 2-0 мистер уинер побеждает ареникуса гг гг ну что ж сейчас у нас будет 4 на 4 состав следующий давайте посмотрим состав следующий мистер винар с нами играет чирон абузер мы играем против ареникуса волеверена дельта или лилуал я не знаю кто такой дельта или лал к своему стыду поэтому вот посмотрим и судя по тому как все идет я думаю что мы с вами еще часик полтора в x-ком поиграем киберметель го посмотрим киберметель киберспорт это же журнал киберспортивный дочка игромании где главным редактором был полосатый он еще хантил меня в нове из навигатора эх времена были хорошие у у я не помню такие кадры блин ребята готовьтесь готовьтесь сейчас будет сейчас будет это караваджо это дедман судя по блин так м подождите погнали я никому всех не вспомню конечно о карач кликает тык 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 о это полосатый кстати полос молодой так м да это дедман тоже видите вентилируется все рот открыт и там концентрировались люди конечно очень хорошо так а где а что а куда заходить go 4 на 4 в первом не все равно как карте играть кстати можно посмотреть карты 4 на 4 это я знаю это знают узнаем но все знаем санктуаре на пофиг вообще заходим они все норм говорит арене коснул а бузер спрашивал список карт я ему дал просто ссылочку на пак карт со стандартного фашного турнира и и и он видимо взял их давайте посмотрим вернемся к ностальгии вернемся к просмотру о ха 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 бобер бобер молодой щегол это кажется крест блин нет не кощей точно кажется крест он дед я дедман улыбающийся модная стрижка да не помню точно простить или череп череп кажется череп о бобер сидит играет а тащи михалыч этом слил о это пискля кстати она за мэдов играл о это как пачела пачела ольга пак не пискля бы среднего товарища в чатике штампанула конечно а ольга пак пачела сразу пацаны в чатике не помню товарищ мх-300 кстати мышки повальные подождите посмотрю здесь же собрались команды вперед все рнд моники интересно есть люди которые вот щеглы и вообще для них это о там кажется флеш пришел сущим макротерен андрюша играет панк сурфис у него коврик на этом пластиковый вцг раш опять же форма да та самая пачела из мегаполис не помню этого эльфа отлетись вообще ези можно было а вот это флеш веселый очень общительный так что там варкрафт есть тим 5 рэди гу 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 майкер не готов готов все давайте вторая серия погнали рандом на рандом аурные герои и приходим убиваем сразу одного жалко я не не рассказал людям что делать надо массы гу о эльфы спасибо пау рифлы все нормально тц хатхантеры все ребята знают что делать ма-ла-цы мистер винар даже мне сдал под командование т1 масс да 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 так у нас абузер оп оп все отлично я 102 говорит мистер винар но у мистера винара другой стратегии нет извините на т1 г ну вообще он правда учитывая что рэнджа нет я пойду харас здание готово нужно больше лунных колодцев здание готово лилал гол фэс хэ хэ шаманы то в рены окей ареникус нубас написал в общий чат стратегии не повезло им не повезло им с ареникусом попробую еще под застроить второго хуман наша священная роща сквернена майн геймс окей так мне еще нужно как-то магазин тут еще хорошо что он дед кстати у нас угловой телепорт ха 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 минус тп у одного я готова мы готовы нанести удар здание готово бей здание готово наши войны нужно больше здание готово мы готовы нанести удар здесь нужно здесь нельзя доверься мне богини согласны недостаточно золото недостаточно золото недостаточно золото доверься мне поторопись доверься мне путь путь как я и думала стаю на страже нужно действовать угу мы готовы нанести удар недостаточно золото наши воины богини ну я пытаюсь просто задача этого товарища я убью сам мы готовы нанести удар доверься мне так я и думала богини укажи мне путь и я поклялась отомстить мы готовы нанести удар не этот товарищ такой довольно вяленький антрес бах прожившись здесь нельзя пустить корни стою на страже этого товарища я убью сам мы готовы нанести удар слушаем выхожу из засады ой тут вовремя пришел этот товарищ тиммейт красава все вытанковываем еще один стомб это минус хуман просто на протекторе умрет весь хуман где-то нет а так стоп назад телепорт ну телепорт внимательно богиня согласна наши воины ступили воля богиня можно и торопиться доверься мне я готова нет телепорт во имя богиня богиня согласна богиня коммунисты мне нужно действовать я второго по отвлекаю очень немножко я вся внимание нужно действовать стою на страже так я и думала доверься мне ну гоу убивать во имя богиня евгешин активирует премиум сто четырнадцать месяцев я готов я вся внимание богиня укажи мне путь мы готовы нанести удар и я поплелась нужно действовать я отвлекаю как бы уже двоих получается отвлекаем мы готовы нанести удар вперед в путь богиня укажи мне путь богиня богиня согласна надо парочку виспов взять нужно действовать мы готовы нанести удар здание готово так я и думала доверься мне я готова нужно действовать мы готовы нанести удар слушай ай код доверься мне хорошее стом очень хорошее стом я готов стою на страже мы готовы нанести удар нужно действовать врываемся доверься мне богиня укажи мне путь нужно действовать чё прикажешь я готова сейчас другие телепортируются бэк 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 я вся внимание доверься мне ребята гоу убивать я готова нужно действовать богиня согласна укажи мне путь почувствуй гнев луны мы готовы нанести удар блин а бузер сказал что у нас люди очень много времени тратить очень много времени тратить у нас очень медленные товарищи к сожалению другие просто вот ходит крепится уже трех озадачили долго я не смогу ладно поехали снова отвлекать они что мы еще телепорт продали правильно внимание там нычка уже я готова нужно действовать анычка зря пропустил путь я готова трауром суть не скоординируем давайте корку есть уже их двое третьем буду подойду мы готовы нанести удар слушаем и я готова мы готовы нанести удар нужно здесь богини согласно богини согласно путь ах ты да я размениваюсь так наши вроде там я плохо здесь сражаюсь к сожалению с рифлами так давай еще свиток пожалуйста ах ты какой но он здесь потерял все мне минус 7 мануэлы кто такой добрый у нас а кто же такой добрый так надо сделать грейд надеюсь там справились люди мы на самом деле очень много времени теряем после того как масса не скоординированных действий и после такого же шикарнейшего начала меня мэй 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 все хотя бы так не нормально go 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 в атаку нормально же все мк например антрес конечно разваливается капец ладно нет был не прав еще обузер подошел блин можем проиграть еще надеюсь на активность со стороны мистера винара блин долбили долгое время мы одного почти убили заставились репортироваться 2 справились заставились репортироваться 3 а товарищи там кукуют просто чё делают непонятно путь щас щупалыч может потерять мистер винар на штиль гибель поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает спасибо большое ой стоп там да это же посетка есть у него нету не просветки ну что мы видим что у него нету что-то 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 нужно действовать и я готова мы готовы нанести удар блин как же этот отдаюсь ну хантерскими сложно здесь воевать при всем уважении моя задача как раз была вот в самом начале напрячь а то что я сейчас занимаюсь чем-то это это уже агония то есть надо было что-то что-то совместное делать господи здесь ничего на верхнего буду пытаться добивать там базы было еще конечно не все вкидывать в развиваем этому телепорт попробуем у меня как бы не контра вообще нет тп окей все назад тогда да ну давай попробуем тогда хотя бы как ныть нычку на халяву поставить это было раньше делать естественно на половину шестой отойду-ка я сюда оставлю базу богиня укажи мне путь и я готова базе союзника нужно было так он угол мы готовы нанести телепорт взять у меня третья аура здесь могу быть полезен только не отдаемся ребята блин оооо пропустите по тму пожалуйста гогогогогогогогом даю ауру даю ауру улыбаюсь оксидианку подведем так орк здесь справляется как патма назад 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 так нужен шестой аккуратненько здесь андетт уходит андетт продает орк получается да но здесь надо делать ультум экспо делится на всех телепорт опасно никто не отступает блин и от сейф телепорт мы готовы нанести и так слушаем и я не боюсь поторопись ну брать не ну все хорошо Наша Патма дает стране угля. То, что одного убрали, уже хорошо. Тут Хуман тоже, видите, продает. Продает орка. Это радует. Я бы сейчас сделал грейд на Nature Blessing. Проблема еще в том, что мы сейчас Андейда быстро не убьем. Почему? Потому что, потому что это Андет. Быстро мы его не убьем. Инкома маловато. Пошла добыча. Идем дальше. Сюда, наверное, надо сходить. Там личико сто процентов есть. Мистер Уинер скидывает деньги. Пытается отстроиться как раз. Дальянда, это подходит. Я вот эту ночь, надо проверить, скажем. Хорошо. Мы готовы нанести удар. В путь. Хотя у нас крост откатится уже этот. Не отвлекаться, не отвлекаться, не отвлекаться. Гоу, давайте на Андетта. Абстер Уинер скидывает деньги. Пошел сюда. А, Андетт подпытается. А Реникус, блин. Блин, мортиры. Мортиры плохо. И Близзард еще. Бэк. 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 Блин, ну... Я пытаюсь развлечь, базу убить. Доверься мне. Мы готовы нанести удар. На самом деле, надо было на этой карте, конечно, ставить. Я вся въема. Доверься мне. Нужно действовать. Ставить базу активнее мне. Я готова. Мы готовы нанести удар. Возникает спонт есть. Укажи мне. Укажи мне. Нужно действовать. Доверься мне. Забежать сюда, раз он телепортировался. А Реникус тоже, видите, не... Слушай. Поторопись. Я подвелась отомстить. Наши войны. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. Ставим на стрессу. Я готова. Ой, тут у нас проблема. Я готова. Как я и думала. Ну, а только же был. Нужно действовать. Ай, плохо. Доверься. Так, мне нужно что-то сделать хорошее. Давай сразу. Грейт на Т3. Какие-нибудь химерки, не знаю. Гульку пробить. Подлечиться, взять ТП. У меня есть ульта еще. Здесь добавить виспов. Добавить мунвеллов. Телепорт. Мы готовы нанести удар. Богиня согласна. И я готова. И я не боюсь. Доверься мне. Так, надо сбегать сюда. Нужно действовать. Очень плохо мы, конечно, играем. Так, возвращаясь в лимит. Надо успеть дожить до химер, друзья. Ну, вроде мы глобально. Вот если на карту посмотреть. У нас все ок. Я готова. Нужно действовать. Надо просто активность создавать. Создавать, 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 не давать. И нычку ставить. Наверняка здесь восстановился хум. Не, не восстановился. Ну, значит, убивать его здесь. Довольно быстро можно это сделать. Грейды делать на химер. Потихонечку. Хантер с холем. Да, у них экспандов нет. Но у них армия соло получается. Ну, то есть то, что вот есть, собранное. В принципе, можно даже на телепортах разводить. Мистер Виднер меня очень активно донит. Я должен выходить в химер. Вот здесь вот. И лес будет сделать, на самом деле. Накупить Шреддером. Шреддер есть здесь на карте? Ааа, нету. И тогда сюда пробегаем. Угу, здесь хум бегает. Исследование завершено. Слушаем. Улучшение завершено. Давайте лету пробегаем. Нужно действовать. Поторопись. Я подвелась отомстить. Стою на страже. Молись на рассветов все внимания. Поторопись. Я подвелась отомстить. Ой. Там МК уже. Что-то пропустил момент, когда не надо было этого делать. Ага. Уже можно делать химерницы. Нужно действовать. Лес нужно. Капец, лес. Леса. Б. Мы готовы нанести удар. Исследование завершено. Вперед. Боя готова. Может, у кого там заначка есть? Давайте, ребята. У кого-нибудь точно есть. Мы готовы нанести удар. Богиня согласна. И я готова. У кого-то точно же есть. Доверься мне. Мы готовы нанести удар. В путь. В путь, блин. Нужно действовать. И я готова. Доверься мне. Почувствуй гнев луны. Так. Еще, пожалуйста. Нужно действовать. И я готова. Богиня, ухажите мне путь. Мы готовы нанести. О, какой став хороший. Ребята, нам МК прислали. Почувствуй гнев луны. Нужно действовать. В имя богини. Кажется. Здание готово. Здание готово. Здание готово. Мы готовы нанести удар. Я готова. Ареникус. ГГ более верно говорит. Еее, ГГ. Доверься. Ага, телепортируется ко мне тут. Мы готовы нанести удар. Интересно, кто он. Undead. Ха-ха. Мистер Виннер топ-1. Просто молодец. Ну, ай, ай. Ай. Так, вторая игра. Ну что, заходим в следующую игру. Карта классная. Эта карта гораздо контактнее. Ну, я бы сразу поставил экспо, за кого бы там не играл. Потому что, видите, в FIFA с координированности очень мало. То есть, даже несмотря на то, что мы в самом начале очень хорошо одного товарища поджали, развели двух других на телепорт и посражались хорошо. Все равно, как бы, в макро вот так вот. Посмотрим, что будет дальше. Повторюсь, что это специальный турнир, который организует... Давайте посмотрим, кстати, Киберметель. Дальше еще лица. Видите, как. Кликает. Хорошо кликает. Хорошо. 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 ну что там дальше качество конечно съемки и монтажа музыка поменялась так ладно посмотрим случайные 1 и 4 на 4 все в честь турнира специального благотворительного в поддержку хота поэтому играем 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 нужно что-то полезное делать посмотрим какие будут расы андет хорошо так ну давай сразу фендычу здесь исполню с радостью в гарк против играть не стоит так как так как наверняка там есть какая-то контракт воздуху проклятые ждут приказов погнали надо брать еще что-нибудь по такое массовая типа жука нужно жука вторым они леча где прольется моя кровь где же x поставить строй винар за альфа играет мне на экспант нужно соответственно три гульки получается сейчас ближе к ффа будет просто игра призыв завершена это мой повелитель твоя воля призыв завершён скрытная фича да не просто обузер так скрыл в прошедших турнирах надо смотреть как-то не странно нужно построить секура призыв завершён павель дуринов поддержал ваш канал спасибо большое и сообщает добрый вечер опера не дает смотреть стрим перезапусти на трубе пэль же не могу ли этого сделать к сожалению а в опере встроенный vpn насколько мне известно который может что-то блокировать не могу перезапустить аспирант на связи все равно я жажду служить так калибр назад чё крикит непонятно пока 2 гуле и сделаем а рынку сфорсируем характер будет тут выманиваем товарища на делаем околиты все равно выходит дк заказываем финдов здесь можно сделать койл для темпа околит 2 я готов вершить месть призыв завершён немножко подход с его давай павель дуринов поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает я не знаю что сделали но стрим это и там запустили хорошо я очень сильно протормозил с этим с может даже две нычки поставим чего желает мой повелитель я готов вершить мяч пробудиться мое терпение истощилось и все-таки надо наверное давай нычка ok скелеты пошли после шахты надо обязательно сейчас сразу сделать этого ретаргет сделать зигурат хорошая аура упадает паладиновская мой повелитель моё терпение истощилось герой союзникам погиб о кипра убрали вершить месть да не хватает склеп ставь ну здесь надо ставить видимо некрополь кто звал меня жалко трупов здесь нет моё терпение истощилось надо аккуратненько убить распределяя урон заказываем маколит я готов вершить месть я готов вершить месть я готов вершить месть но я пытаюсь и крепиться и нычки ставить и как бы отбиваться от них и все вроде успеваем руны наручи отличные этот надо бы сделать здесь гулей побольше здесь уже грейд сделать в кое-то веке продолжать крепиться идти на красную куда-нибудь сюда да заказать здесь зигурат гулей реально нужно больше потому что мы сейчас будем я как андет должен делать экономику и крепиться всё это моя самая главная задача потому что моё благосостояние это моё терпение истощило и я жду и твоё кто меня зовут за короля реча такой злой этот и из него ничего не падает ещё неплохо двух околитов надо было достраивать а лучше трёх достроить чтобы следующую базу поставить помолит энергией очень хорошо даём ненужные вещи покупаем нужные вещи так они пушат здесь надо нерубку делать я готов вершить месть рыжим вышки но они рядом трутся тут два человека минимум ой-яй-яй ладно если что есть телепорт давай здесь прогрейдим что-то архмат тут немножко улучшение завершено моё терпение что здесь ночь к ставлю а справа ночь к ставлю поставил улучшение завершить месть там этот архмак алё архмак ну кинь ты в него молодец хорош всё вся атака сейчас коту под хвост ставим сразу новую базу да сверху красную над этим давай сразу ты сюда ты сюда здесь отменяем здесь ставим так закидываем красную лучше слева торопиться не стоит это я готов вернуть а одни стоп и сетки не хватает склоняюсь твоей волей ну вот спасибо погнали ну может прокликнул мне ну чтобы сразу т3 жахнуть или час закупить моё терпение стащилось хорошо как и где прольётся моя кровь кто звал меня тандет бегает что моя задача наверное я готов вершить месть поможем подбиться от воплощение тьмы призыв завершён псидянки пошли жизнь занерзула моё терпение истощилось убьём убьём молоток кинь ну кинь молоток спасибо я готов вершить месть сейчас в этой игре у меня по крайней мере макро будет понимаете плечовка выходит скоро надо уже идти будет по что он сюда окей поехали опсидианка раз опсидианка два ждут приказов я бы на нычку пришёл на самом деле грейт делается тут волк проверяет мне базу где а здесь нычки не доживу погнали завершён как прикажешь на нашу базу напали жизнь призыв завершён моё терпение истощил призыв завершён эй ждём телепортом а а а а а а а этот орк телепортируется как раз окей а он в деф телепортируется окей сзади хуман ещё подходит бэк лучше бэк лучше так мне нужны стрим мне нужен третий герой мне нужен мне нужна арбам здесь так здесь так здесь так призыв завершён посидианка сюда ещё одна посидианка а в либеринке что гг выходит странно а чё так ещё же вроде ничего нет чё он лимнул хз ну без четвёртого сложновато будет пошла арба пошёл телепорт три базы у нас работает можно ещё сюда отправить четвёртый поставить телепорт взять ну в целом все очень хорошо ну ещё волючая ливной проклятые ждут приказы можно добавить сделать дистров потихонечку что морг с блатластом но ещё бы сделать лутер хаус 2 кто дистров надо будет видимо много ну ну и сбегаем сейчас пока на marketplace гляди что толкового кому дерево дать всё есть уже ну я готов вершить месть сейчас посмотрю что здесь есть салонс большая к твоим мусором октябрь надо брать не завершена справиться там может справляется тут два человека против одного не вижу смысла абсолютно вписываться туда я готов вершить месть приказывай мое призыв заряжён потерялись нужно больше золота я поклялся служить вершить месть проклятые ждут приказов наконец-то ну добились в нем я воплощение тьмы я здесь скорее всего экспант тут встреча жёсткая хорошая такая я готов вершить месть мое терпение истощить а я ещё жука не заказал это плохо кто звал твоим услугам моё терпение истощим только наши то могут понадобиться да нет ничего страшного не будет я готов вершить месть пока тут более-менее на равных даже сражаются мы убиваем базу и пойдём сейчас орку убивать он скорее всего будет пока цены дома моё терпение истощилось у нас будет с вами больше всего очков благодаря нычкам и неотдачам кто звал я кто или мусор я вот герой союзников погиб призыв я вошел герой я прослужил мне это только ледяное моё терпение истощилось нужно больше золота вот у нас уже сто лимитов есть звал кто звал я в возвращении тьмы моё терпение истощилось морков подчёркивание поддержал ваш канал на 100 рублей морковка спасибо как будто на стрим хэпи попал это тебе не искру водить зачем да стоит а в и они в и в коем рамы лимитом в этом я не потерял деку потерял финда убил мку хорошо орка поубивали целом целом весьма и весьма неплохо получилось надо еще одну обсидианку наверное сделать не хватает а этот еще не хватает ничко 3 тут сложно будет выиграть можно но сложно возвращаемся там кто-то еще атакуют отдельно атаки проводят но с вольверином было бы конечно значительно проще им не знаю почему он решил решил ливнуть мою терпение так-то двоем мою терпение истощилась приказывай телепорт ай дк ай дк дк у меня представляется Ну, я его подставляю Блин, еще не вытащил Амулет Погнали дальше Ой, сетка-сетка, вот это плохо Нам нужно соединяться Здесь три человека вместе Блин, там такая гопша Давай, аккуратненько Я готов на жить власти Я готов на жить власти Время ухода Я готов на жить власти Моё терпение истощилось Моё терпение истощилось Блин, маны нет Вроде справились Вроде справились Склеп второй все это время не работал Один еще не понимаю Но это нормальная тема для такой стадии игры Моё терпение истощилось Я готов вершить месть Склоняюсь перед твоей волей Я готов вершить месть Кулик, наверное, надо уже тоже сдать Я в воплощении тьмы Моё терпение истощилось Спящий пробудит Говорит Хорошо, маны у жука есть Я поклялся Служи Рык Рык Надо медведей вперед пропустить Телепорт Я там жук мой Оооох Сверх подходит второй куда нельзя заходить перегруппировываться надо жука убили или чаще убьют не убьет нормальным всем я закончилась шахтом вектор шахта закончилась биги ну зря этот товарищ вливнул валюрин Потому что здесь еще можно было воевать и воевать. Вот, но здесь уже с макро, видите? За андедов с макро. Ну что ж, спасибо, друзья, что смотрели. Еще разок я хочу проакцентировать внимание, что эта вся движуха такая не совсем спонтанная, но, ну хотя да, спонтанная, но тем не менее, спасибо Абузеру за нее. Обратите внимание, что нужна, нужен хелп в ходу. Отдельная благодарность Пипсу за помощь и за врыв. Вот, и я переключаюсь на XCOM, друзья.